Добрый день! Студиария предлагает очередную дискуссию, и сегодня будем говорить о президентских выборах в Америке. Сегодня будем исследовать о заявлениях нового президента Америки и о тех вызовах, перед которыми может оказаться не только американское общество, а в целом весь мир, в том числе и Грузия, которая представляет стратегического партнера США. И, конечно же, есть определенные ожидания и в нашем обществе относительно того, что может измениться. Как раз мы сегодня будем беседовать с нашими гостями Ираклим Четлишвили, Совет по обороне и безопасности, эксперт Ника Четадзе, Черноморский международный университет, ассоциированный профессор и Георгий Губернидзе, декан на факультете международных отношений в университете имени Сулхан Сабор Беляни. Большое спасибо, что вы находитесь здесь. Мы не то что сгорячо реагируем на американские президентские выборы, но в целом немного времени прошло, еще есть время до выступления нового президента в Белый дом, но уже выделились первые контуры, извещающие о том, что может измениться в политике США. И первый вопрос к вам. Насколько диаметрально сменит Дональд Трамп вектор внутренней и внешней политики США? Исходя из-за предвыборной политики, этот человек не похож на тех лидеров, которые раньше были в США, а он обещал эти изменения американским избирателям и думая, что это произойдет. И одна из причин, почему проголосовали за Трамп, как раз вот эти изменения обещанные в плане миграционной политики, политики безопасности, и мы должны ожидать в этой сфере определенных изменений. Он уже анонсировал, что около трех миллионов нелегалов отправят из Америки, а также речь шла о ужесточении приграничного контроля с Мексикой. Но, конечно, Трамп уже не говорит о строительстве большой разделительной стены, хотя это был самый такой вот впечатляющий проект. Да, самый впечатляющий, самый фантасмагорический, потому что строить такой инфраструктурный объект, и потом это все поддерживать долгие годы, это сопряжено с огромными расходами, и даже для США это не было бы целесообразно платить все такие деньги. И насколько самая стена остановит эти процессы, это уже другой вопрос. И еще одно изменение, наверное, это будет в системе здравоохранения. Он полностью хотел отменить Обама Кер, но при встрече с президентом в Белом доме он сказал, что в какой-то степени сохранит Обама Кер, хотя в значительной степени изменится, конечно, форма этой программы. Но это не будет такое революционное, которое, в принципе, ожидалось. И ему сложно будет это осуществлять, и мы должны разграничить то, что говорят предвыборные кампании, и что могут они на практике осуществить. И у него не будет вот такой свободы, которая, в принципе, может быть у даже постсоветских лидеров, когда они приходят в власти. Давайте взглянем на политику в отношении Мексики. Вот такой подход, то есть фигурально говоря, вот о строительстве стены. Ограничение свободной торговли, то есть модель, которая предлагается в какой-то степени, это не только меняет отношения между США и Мексикой. У США есть режим свободной торговли со многими странами. И, наверное, самое важное здесь аспект, это аспект Китая. Пока неизвестно, в какой форме произойдет регулирование миграционной политики. То есть реально построят эту стену или не построят. Я бы не стал это связывать прямо со стеной, я имею в виду режим свободной торговли. Стена направлена на нелегальную миграцию, на ограничение нелегальной миграции. А что касается режима свободной торговли, это находится в несколько другом пространстве. Но все-таки стена строится с той страной, с которой больше всего интенсивная торговля. Вы знаете, я бы так не сказал. Скорее всего, это то, что мигранты беспокоят, совершенно нелегальные мигранты со стороны Мексики. А чего я ожидаю в этой связи, об этом шла речь, предвыборный период, то есть об усилении систем безопасности, которые контролируют данный процесс. И, наверное, большие средства будут вложены в это направление. И насколько эффективна окажется работа этих структур, то есть остановит это миграционный процесс или нет. Мы об этом пока ничего не знаем. Просто у США будут более крепкие внутренние структуры безопасности. И то, что мы видим со своей перспективы, у них будут сильные структуры безопасности. Но кто будет руководить, какие функции у этих структур будут в итоге, будет ли это направлено против нелегальной миграции, то, что угрожает интересам США, или это будут структуры, которые, наоборот, повредят, так сказать, интересы США, я не знаю пока. А вы имеете в виду терроризм или другие угрозы, которые сопутствуют, могут сопутствовать миграционные процессы? Чтобы прояснить, что я имею в виду, например, вот после 11 сентября при Буше также началось усиление системы структуры безопасности. И им, в частности, дали большое пространство, маневр для действия и даже вот право проникнуть в приватную информацию и пространство. То есть, и оправданием служило то, что нужно добывать предварительную информацию против ожидаемых терактов. Но, с другой стороны, это, конечно же, связано с ограничением свободы фундаментальных прав человеком. Я это рассматриваю как, так сказать, ожидаемую угрозу, по крайней мере, по крайней мере, вот в той среде, в той обстановке, которая приносит с собой Трамп и его окружение, потому что, в принципе, это берет начало вот со времен Буша. А, Ника, скажите, пожалуйста, вот, что вновь эти фундаментальные ценности могут оказаться под вопросом в США. То есть, то, чем США, так сказать, является самым привлекательным государством в мире. Могут ли эти ценности оказаться под угрозой, то есть, право свободного перемещения и так далее? Приветствую вас, большое спасибо за приглашение в вашу студию. Вы знаете, конечно, только президент Трампа и вообще вот президент Америки это не единственный человек, который принимает решения. И в США, вот, то есть, когда приняли Конституцию в 1787 году, то есть, очень хорошо была определена система сдержек и противовесов. И несмотря на то, что у Трампа есть власть по Конституции США, и он избирается, так сказать, вот, населением прямым образом Америки, и президентская республика, все-таки ему не будет дана возможность, чтобы только он и он определял внешнюю политику, внешние торговые отношения с разными странами. Я думаю, что Конгресс всячески постарается сбалансировать те или иные действия Трампа. А как раз об этом идет речь, как раз это, так сказать, вот в обеих палатах Конгресса как раз республиканское большинство, да. Я с вами согласен, да. То есть, как в представительской палате, так и в Сенате есть республиканское большинство. Тем более, Сенат отвечает за внешние отношения, то есть, ратификация того или иного международного договора Америки. Но взгляды республиканцев, вы знаете, вот в большей степени отличаются от видения Трампа в отношении той же России. Например, предвыборные заявления Трампа в отношении России отличаются от заявления того же господина Джона МакКена. А что касается Мексики, Китая, то я думаю, что в новой администрации Трампа обязательно придется учитывать тот факт, что еще в 1994 году была задействована Ассоциация свободной торговли в США, которая предполагает свободную торговлю с Мексикой. Как раз это не нравится, да, людям? Да, но, во-первых, США член Всемирной торговой организации, так и Китай, вот, и... И когда Трамп говорит, что установят 45% торгового, так сказать, вот, скажем, налога на торговлю с Китаем, это противоречит политике общих тарифов, и это будет означать введение дискриминационного режима против одной определенной страны. Ну, например, если США покинет Всемирную торговую организацию, то есть один раз, в принципе, он говорил, один раз уже озвучил, это, так сказать, вот, решение, но, в принципе, больше потом об этом уже не говорил. Но в этом случае и самим США проблема будет создана, то есть как раз США был инициатором создания, ВТО, вот, потом был создан Международный валютный фонд, в 1947 году был подписан договор, извините, я, как бы сказать, перешел в историю, но в период холодной войны, то есть в Каватертийском мире торговые и экономические отношения как раз вот развивались под гегемонией США, и, то есть как раз США выступали инициатором создания Международного валютного фонда, и как раз Америка сегодня является главным гарантом свободной торговли в мире, и я считаю, что система так устроена, и есть теория комплексных взаимоотношений в международных отношениях, что не позволит США, то есть, так сказать, бросить себя же в изоляцию, и Америка, как-то, самая главная движущая экономическая военная сила, она интегрирована в мировые процессы, и я думаю, что здесь речь идет не о Китае или Мексике, речь идет о том, что Трампу придется считаться и с уставом ВТО, и с тем международным экономическим и политическим порядком, который есть в мире. Что касается Мексики, да, понятно, что, возможно, режим будет ужесточен, да, что Мексика в плане наркобизнеса есть одна из ведущих, которая после Афганистана, Колумбии, очень много наркотиков поступает на рынок США. Что касается, так сказать, вот торговли, вот рабочей силы и товаров, здесь, я думаю, что Трампу придется считаться с тем соглашением, которое есть, так сказать, вот в пределах всей Америки и с теми глобальными соглашениями. Вот у меня такой вопрос будет. Вот эти заранее озвученные идеи, что Трамп покинет якобы ВТО и так далее, в связи с большим числом международных проектов, в принципе, у Трампа к ним такое скептическое отношение. Это новый торговый, так сказать, знак этой политической фигуры, чтобы нащупать, готова ли, есть ли реальность сегодня, то есть, возможно, чтобы США пошла на путь самоизоляции. А мы должны учитывать, что Трамп, так сказать, не был членом американской элиты, он некий аутсайдер, который все-таки оценивал события извне, и то, что назвучивал предвыборной кампанией, это просто популярная идея из народа. То есть, с одной стороны, участие в международных проектах США, это важно для страны, но с другой стороны, то есть, большая часть общества, особенно та часть, которую поддерживал Трамп, сложно-то понять, избиратели Трампа, это люди, в основном, у которых не было высшего образования, так называемого деднеки, то есть, рабочий класс. И как раз вот, Хилари Клинтон как раз указывали, что демократы теряют, так сказать, белый рабочий класс, то есть, их поддержки. И оказалось, что даже в тех штатах, где ожидали, то есть, поддержки Хилари Клинтон, победил Дональда Трампа, так как он предложил в обществе именно вот такие популярные и популистские идеи, что, мол, США, то есть, на международных процессах тратит больше, чем получает. И понятно, тем людям сложно понять, почему США должны быть представлены везде, и почему США должны иметь, должны быть центральный контроль, контрибьютор НАТО, и даже появились риски, что США могут пересмотреть свои участия в НАТО. Но это же для их же безопасности, правильно? Да, конечно, конечно, но проблема именно в этом, что как раз им сложно понять это, понять тем людям, которые поддерживали Трампа, потому что реально это, в первую очередь, это безопасность США, и как раз вот для продвижения глобальных интересов. Понятно, что когда Трамп говорит самим избирателям, что Европейский Союз это никчемная организация, но непонятно было бы, если он реально считал бы что-то так, потому что прекрасно знает, что феномен Европы в какой-то степени спас Европу, и за эти годы превенцировал очень много кризисов, которые в итоге могли бы для США вызвать, мне же так сказать, довольно серьезные проблемы. И если мы посмотрим внимательно, даже с последних лет администрация Джорджа Боржа начинается, когда вот США вот вышли из эйфории, так сказать, вот будут нахождения вот супергосударства, и однозначное включение, то есть усилилось, так сказать, вот при Обаме, и они далеко отблаж европейским действующим лицам, и Трамп постепенно пытается вернуться на этот, я не скажу, что-то, конечно, отведет США в сторону изоляции, но США попытаются перенести свои действия, так сказать, вот в односторонний режим и в меньшей степени считаться со значением своих европейских партнеров. Вот учитывая то заявление, то есть, мол, перед тем, как я помогу союзникам по НАТО, я посмотрю, то есть тратит ли он 2% на оборону своего ВВП. Это понятно, что говорит Трамп, что если мы хотим получить безопасность, мы должны производить безопасность, но с другой стороны, это под вопрос ставит партнерство, которое существовало, и как раз вот именно это имело и задавалось, так сказать, цель, когда Обама совершил турне, вот и все еще действующий президент США пытается убедить европейских партнеров, что в отношении Америки, то есть это к НАТО особо не изменится. Как раз вот, Ираклик, вам вопрос, то есть, в принципе, в груздийской реальности многих беспокоит этот вопрос, не говоря уже о партнерах по НАТО и США, то есть это действительно показалось самую острую темой, то есть будущее НАТО и насколько, так сказать, стоит американскому избирателю содержать НАТО, вот так был вопрос поставлен. Конечно, стоит, а почему тогда вопрос такой возник, и почему задал Трамп своим избирателям, вот как уже было отмечено, то есть отношение, то есть ощущение того, что есть, там стоит крепость, которую десятилетиями строили после войны, вдруг люди, то есть избиратели не могут оценить стоимость этой крепости. Может быть, они знают, что это нужно, чтобы, скажем, вот угроза не, скажем, достигла тебя. Но, возможно, да, оценят, но, может быть, считают, что ничего такого не произойдет, то есть инстинкт ощущения от угрозы, может быть, снизился, или, хотя за последние 10-15 лет несколько раз эта угроза побеспоковала США. Так или иначе, из-за слов Трампа явствует его отношение к НАТО. Речь не идет только о НАТО. Здесь также идет речь об Японии, то есть между Японией и США есть войны, так сказать, союз, соглашения, и не только, то есть это возможности Японии подразумевают, а также подразумевают, что между Японией и США есть соглашения, и в случае серьезного кризиса, в случае сдерживания есть США, и если США начнут ослабляться, ослаблять, так сказать, эти соглашения, также вот Южная Корея была вот в Амянто, то есть страна окажется в тяжелейших условиях, например, есть Северная Корея, которая пытается развивать свои ядерные возможности в южном направлении, и ее поддерживает Россия, в общем, это не только, что, скажем, мобильные телефоны, они не смогут выпускать Южную Корею, Самсунг и так далее, а просто вот будет ослаблено влияние США, и это окажет воздействие на других партнерах, и упадет престиж США. Не знаю вот в итоге, вот, так сказать, вот, на что рассчитывает Трамп, ну, рано или поздно догадается, что это нужно. Я не уверен, что это произойдет. Да, может, поймет, но, по крайней мере, такого приоритета у него нет. Да, может быть, он догадается, но, может быть, он как раз хочет, чтобы это было так, может быть, у него деструктивное отношение к этой проблеме. Мы же не знаем. На этом этапе мы ничего не можем конкретно сказать. Что касается, то есть, высвободившихся финансов, то есть, контрибуция США в мир, будет международные торговые отношения или безопасность и оборона, там же речь идет об огромных субахах. То есть, эти высвободившиеся финансы может направить на внутреннее развитие страны, это тоже, то есть, популистскими программами принести пользу гражданам, и, может быть, люди действительно будут довольны, то есть, те избиратели, за которых прогрессовала Транк, но это произойдет за счет ослабления своих международных позиций, и это постепенно окажется на силе Америки. Америка станет, то есть, наоборот, произойдет, Америка станет не сильной, то есть, Америка станет слабая, как никогда. Вот, что касается предыдущей темы, я хотел бы добавить кое-что, что означает усиление структур внутренней безопасности. Если страна создает репрессивный инструмент, может быть, да, какая-то эффективность может повыситься в отношении контроля за миграцией и так далее, но в конечном итоге это будет большей степени инструмента репрессии, который будет работать на усиление власти Трампа и на подавление регулярного избирателя, на которых на самом деле стоит демократия в Америке, по крайней мере, теоретически. Большое спасибо. Можно ли поставить вопрос вот так вот, насколько это будет логично? То есть, здесь проблема не только, так сказать, внешние интересы, а наоборот, внутри страны то есть, какой-то, так сказать, вот, то есть, упадок, исходя из тех, может ли вызвать упадок, так сказать, от контузии, так сказать, от тех заявлений, которые предложил Трамп избирателям, может быть, были сдерживающие какие-то там другие факторы, но за последние десятилетия, может быть, не было это, то есть, хотя бы на бытовом уровне, а после выборов все-таки появилось в таких аудиториях, классных комнатах, такие надписи, то есть, российского характера, чего американцы, в принципе, не ожидали, и, то есть, что это сулит целым демократическим процессом, создаст ли угрозы, а если Трамп, так сказать, вот, захочет злоупотребить властью, в Американской есть, в Америке есть, как бы, американская сильная демократическая система, тот же факт, например, наличие вот избирательной коллегии показало нам то, что в Америке тоже демократия не совсем все отлажена, то есть, клиента получила на 1 миллион больше, класса 61 миллион, а Трамп 60 миллион, да, по первой версии, да, но это все остается в силе, вот, ну, всего 27, так сказать, вот, изменений было, членов Конституции Америки, я думаю, что вот это никогда не коснулось, но вопрос должен быть поставлен, я думаю, на повестке дня, это длительный процесс, потому что абсолютное большинство Конгресса, вот, должно поддержать, если, а Трамп, почему должен поставить, Трамп не поставит, конечно, но, когда речь идет о демократии, в Америке есть, как бы, сильная демократическая система, но есть, конечно, и определенные слабости, что касается оборотной стороны демократии, мы упомянули Конституцию, то есть, в Америке это совершенствовалось и усиливалось, эта система, которая называется система Check and Balance, то есть, соемного контроля, и, исходя из этого, думаю, что американское государство не даст возможность Трампу злоупотребить свою власть, есть институт импичмента, с другой стороны, не существует конкретная институция, которая давала бы президенту право разогнать парламент, например, Франция, демократическое государство, и президент если скажет, например, парламент может разогнать парламент, но в Америке у президента нет права разогнать, например, американский конгресс, но у конгресса есть право возбудить процедуру импичмента, если президент превысит свои полномочия, это первое. Второй вопрос, то есть, попытается ли президент свернуть с демократического пути, потому что его предвиборная риторика отличается от тех заявлений, которые были сделаны после того, как стало известно, что его избрали президентом, потому что после того, как он уже был избран президентом, он сделал заявление о том, что он будет президентом каждого американца, поэтому нужно объединиться. Конечно же, он подразумевал тех белых американцев, а также с латинским происхождением, афроамериканцев, и то есть, в общем, он подразумевал объединение американцев вокруг одной идеи, то есть, усиление американского государства. Он так и сказал, что давайте сделаем Америку вновь сильной. А вот именно вот здесь знак вопроса, как он видит сильную Америку, и какими он видит США. Путин тоже говорит в принципе. Что касается сильной Америки, в чем состоит сила Америки? То есть, было сказано о том, что, возможно, Трамп больше внимания будет уделять внутренним проблемам, а что касается внутриэкономических проблем его, то политика Трампа в большей степени будет направлена на развитие предпринимательства. мы помним его предвыборное заявление относительно того, что в Америке то есть прибыль на прибыль, то есть, так сказать, налог на прибыль должен превышать 15 процентов, и больше 95 процентов США, как раз они устроены именно частном секторе, вот, например, во Франции 30 процентов ВВП создается, так сказать, государственными структурами, а в Америке нет, и поэтому, так сказать, заявление, его заявление относительно снижения налога, то есть, заинтересовало, то есть, не только, скажем, владельцы облигаций компании, президента компании и так далее, а наоборот, даже вот рядовые сотрудники мол, что если вот это будет снижен, такой налог, это позитивно будет отражаться на предпринимательские деятельности, а что касается заявления вот о снижении контрибуции Америки в НАТО и о сокращении других расходов на внешнем фронте, вот эти заявления были сделаны потому, почему, потому что, то есть, Трамп понимает, что если вот налоги будут снижены, то есть, конечно, бюджет получит меньшее поступление, и это должно быть скомпенсировано как раз вот сокращение внешних расходов, и мы здесь можем говорить о том, что, насколько это будет отражено, то есть, это внутренние интересы на внешней политике понятно, по понятной причине у нас интересует внешняя политика, но исходя из того, как я уже отметил в начале нашего разговора, что американская экономика насколько интегрирована в мировое сообщество, и кто будет, скажем, госсекретарем, кто будет советником президента по вопросам безопасности, это, конечно, многое это решит, например, вы сказали, что в большинстве будут республиканцы в обеих палатах, да, республиканцы, как вам известно, то есть, наоборот, идея, что как раз чтобы повысить расходы на оборону, с другой стороны, они то поддерживают идею, что, ну да, надо, конечно, поддерживать предпринимательство, но, по крайней мере, сегодняшние политические лидеры почти всех стран, с одной стороны, они встревожены заявлением Трампа, и Трамп тоже, так сказать, не отстывал в их критике, а в позитивном ключе он отозвался только о Владимире Путине, конечно, если мы будем учитывать приоритеты внешней политики и безопасности Дональда Трампа, мы коснулись Японии, Южной Кореи, мы не упомянули Сирию, то есть, в частности, борьба с террористами, отношения с Евросоюзом, да, если будет следовать этим, то это как раз распорядок дня России по внешней политике, то есть, как раз ослабление Южной Кореи, НАТО, так сказать, вовлечение Америки против Сирии, против сил, о которой никто не знает, чем это связано с осадом или с Россией, кто подпитывает и как они подпитываются, и, то есть, мы знаем вот, саму борьбу России, вот, в Сирии, они, в принципе, говорят, что борются с террористами, но на самом деле они бомбят умеренную оппозицию, вот, как раз, вот, недавнее интервью Трампа один в один совпадает с пропагандой российского канала РТР, где Трамп говорит, что мы должны усиливать наше участие в антитерроризме, там, в Сирии, и более активно должны быть вовлечены, а журналист спрашивает, и вместе с русскими он говорит, а ведущий спрашивает, русские заявляют, что борются с террористами, но они реально бомбят умеренную оппозицию осады, а Трамп отвечает, вы знаете, там не поймешь, кто есть, кто, мы не знаем, куда поступает оружие, в общем, вот, как раз это есть то, что нам подает российская медиа, вот, а что касается террористов, то они, в принципе, не отличают, не проводят отличия между террористами, или а может быть он стал жертвой российско-пропагандистского, скажем, потока, я не знаю, как формируется Евгений, но в какой-то степени, вот, как раз определенное сходство, то есть заявляют, определенные элементы, так сказать, сходства с заявлением есть, и также с заявлениями Буша после 11 сентября, после этого система, так сказать, безопасность Америки целиком стала сфокусирована на борьбе с террористами, будет люди обороны, там, безопасности, то есть все службы переключились на борьбу, то есть на гонение фантома, то есть Пен-Ладен, и какой результат это все принесло, они ослабили и на мой взгляд, то есть по этим результатам, по крайней мере, они ослабили свое участие, их контроль над бывшим советским пространством, вот такой результат, что Америка боролась терроризмом на Ближнем Востоке, и как раз вот из внимания выпали те процессы в России, которые происходили, то есть приход к власти людей из бывших спецнург, то есть Путин и его команда как раз группа реваншистов, которые думают, что распад СССР это был катастрофой, что Россия должна вернуть позиции СССР, то есть не только на постсоветском пространстве, а в целом мире, вот как раз вот Америка выпустила из-за возвращения этих людей, то есть стратегически вот так это получилось и в какой-то степени и может быть они окажутся в том же капкане, то есть они окажутся увлеченными в эту прокси-войну, то есть после то есть ICC то есть на самом деле никто не знает, кто за этой войной стоит и ну в целом то есть он прямо заявляет, что Россия будет нашим партнером в этой войне, то есть фокус, который был зафиксирован то есть на Уэльском саммите то есть весь мир как будто был настроен и все возвращались как будто были готовы вернуться к холодной войне из-за агрессивной политики России в отношении нас и в общем целом вот по меру и люди были готовы чтобы поставить российскую политику в определенную рамку все это сегодня разрушится и то есть возврат может это и не произойдет по крайней мере ничего такого чтобы зацепиться то что Нико говорит что если демократические институты остановят его вы знаете демократическим институтом силы предают те люди люди как раз вот а когда вот приходил с Трампа власти это же не только в этом году да то есть в прошлом году мы слышали видели какие заявления он делал для меня это было ощущение вот дежавю то есть тревожно но видим что этот человек не останавливался в ни одном этапе наоборот он пришел стал и стал президентом США несмотря на прекрасную аналитику там статьи там по безопасности США то есть там абсолютно несмотря на абсолютное ощущение людей безопасности что могло произойти то есть по крайней мере те институции его не смогли не смогли этот процесс приостановить а где гарантия что сенат будущем заблокирует все только будем надеяться на так сказать на так сказать добрую надежду да ну я может быть как бы вот я привношу тревожные тенденции но тем не менее это так как раз я продолжу вот что касается пост советского пространства после победы Трампа пыли вот выбора Болгарии и Молдови то есть приходят лидеры которые то есть поддерживают изоляционистские подходы поддерживают ослабление отношений с Западом и в аналитических статьях часто как раз слышно что они как раз пророссийские иностранные лидеры которые приходят власти и может быть до какого-то степени выполнить определенный принцип домино может быть победа Трампа как раз от заявления Трампа может быть поощряла вот потом эти победы для таких лидеров то есть Леопен например заранее празднует будущую победу уже вот заявила что придет власти вы знаете я более широком дискурсе рассмотрел бы то есть какой феномен обусловил такое продолжение Трампа до этого был Brexit то есть какой-то момент да какие-то изоляционистские подходы усиливаются до этого то есть население Соединенного Королевства принимает решение покинуть Европейский Союз Трамп становится президентом усиливается ультралевое так сказать направление во Франции и появляются определенные тенденции в таком ключе речь наверное идет о том что в целом обществе идут какие-то крестные процессы об этом многие политические исследователи говорят имеется ввиду кризис демократии на лицо также процесс исходя от кризиса исходя из процесса глобализации которым могут доминировать общество вот пример американского общества оказалось что люди устали от той же политкорректности и для них абсолютно приемлемым оказалось то что говорил Трамп люди устали от того что ценности которые для них неприемлемы появляются политическими стримами и соответственно хотят люди которые пойдут против этого вот процесс который идет в обществе на западе но не совсем так однозначно да например 60 миллионов устали и которые проголосовали но не устали 61 миллион например которые сказали что мы хотим киллари клиентон и открытую политику ну речь идет о половине общества естественно как будто разделение общества происходит да это разделение то же самое происходит и во франции конечно там не все разделят идею но последние процессы просто усилили их позиции и я бы сказал что 10-15 лет никто серьезно их не слушал но сейчас этих людей где-то вот почти половина общества слушает например в Америке да и конечно Российская Федерация попытается использовать эти процессы создать и у России в документе безнапасности записано что главная задача информационной политики то есть создать благоприятную обстановку для их политики и то что происходит в Европе Россия попытается создать то информационное пространство где Российская Федерация может скажем вот выглядеть как бастион как защитник этих ценностей которые приемлемы для этих людей в других странах вот руководитель германской разведки сделал заявление что Россия то есть да может замешаться в 2017 году в предвыборном процессе да Россия пытается использовать такую расстановку сил но сама Российская Федерация то есть мне кажется преувеличивает например сближение Трампа я думаю что все таки считаю что Трамп очень скоро станет проблемой более серьезной для России чем Обама если предвидеться к внешним ориентирам Трампа да он поставил под вопрос отношения с НАТО не только потому что НАТО скажем ни к чем а то что европейские страны мало тратят на безопасность что требует чего требуем Трампа чтобы они больше тратили на скажем вот на вносы НАТО увеличить свои оборонные способности то есть почему я должен мол он говорит кормить НАТО давайте вы тоже вот скажем вот вкладывайте расходы а я буду поддерживать и второе заявление когда говорят внешняя политика Трампа почему-то многие упустили внимание что Трамп сказал очень интересные вещи проблема Обама о том что Россия его не уважает а я должен научить Россию уважать США помните вот 22 апреля это было сделано когда российские самолеты создали угрозу американским самолетам Трамп сказал очень просто если бы я был президентом я позвонил бы Путину и сказал что либо убери этого маньяка отсюда если нет то тогда я дал бы команду сбить российский самолет вот такое было заявление Трампа да он говорит пытается скажем дипломатичного отношения России что я хочу с ним иметь конструктивные отношения но появляется он чувствует что Россия не уважает США и Россия должна научиться уважать США и второй нюанс еще он критиковал Обаму во внешней политике что враги не боятся нас а союзники нам не доверяют где-то он это так сказать все чувствовал может кто-то скажем его советовал смягчить риторику и не выглядеть слишком милитаристским но в итоге первое заявление было что больше на этот паз у нас будет то есть в ровне он говорил как раз вот ведь шла об усилении огромных возможностей но хорошо да реакционные процессы идут и вроде Россия это использует в свою пользу но проблема это не только скажем на фоне вот и угрозы исходящих из востока от ислама да вот это будет на фоне любых угроз в принципе будет осчислено потому что то есть неужели вот можно поверить что они хотят вот восточных мигрантов и хотят как сказать вот союзниками России вот очень скоро русские то есть обнаружат что нету повода для отцоверства факт что Дональд Трамп это большая загадка не только для дискуссии в нашей студии а в целом для политических процессов в мире и как раз сегодня как раз очень горячо обсуждается эта тема и придает значение всем деталям каждой детали и как раз разбирается каждая мелочь в аналитических центрах потому что с января 2017 года в белый дом президентом вступает Дональд Трамп и мы не знаем какими будут его первые шаги первые заявления его первые визиты и его то есть первое так сказать вот заявление о внешней политике большое спасибо Раклимчат Лешвили Ники Четадзе и Георгио Габранидзе которые находились и обсуждали эту проблематику вместе с нами мы будем ждать ваших ваших соображений ваших вопросов www.studio.org на нашей фейсбук странице до следующих встреч субтитры